здравствуйте друзья сегодня короткое видео или даже серия коротких видео про мультифункциональную плату и датчик соответственно в данном случае максимовский ds18 b20 соответственно тут я рассказывать ничего не буду единственное значит сейчас я уже буду выкладывать на контакте коды ссылки будут через несколько дней под видео значит еще вот такая вот штука мне пришла почти как моя хорошая то есть прикрутили и соответственно пользуетесь не ездит по столу не вот это вот когда провода мало того что все эти вот разъемы этих липеньки не пайка так еще когда это все ездить болтается это все приводит к лишним затратам времени времени для меня сейчас это самый важный ресурс значит аннотации по следующем видео значит по плате мультифункциональной отелаем 35 с кодами да и такая вот штука пульсомер до мерить сердечный пульс ну которая имеет я проверю да вы посмотрите в принципе может быть вещь ну так хоть какая-то польза есть явная да или не явная от всех наших этих развлечений так вот такая вот линеечка тут мне пришла для радио инженеров радиотехников радиомонтажников чтобы голову не забивать названием корпусов всегда можно здесь посмотреть ссылочка будет под видео ну и соответственно продолжаем работать вот над этой штукой это моя такая хреновина значит следующее видео будет с значит в 1302 создаем регистратор данных до который будет у нас сохранять данные наших научных экспериментов ну тоже да я рассказывал в предыдущем видео наклеиваем на коробочку из из под на коробочку купленную фикс прайсе да там много таких пластмассовых и недорогих скотч скотчу клеем там же фикс прайсе двухсторонние уплотнители клейки ну и потом это и к платам с обратной стороны крепим скотч потом снимаем их отдираем скотч протираем водочкой или спиртиком и они нормально дальше хранятся на так видите все ничего не болтается вот эта платка тоже прикреплена она не отрывал я бумажку пока ну в общем вот так значит про посмотрим про 1302 плату и потом 3221 3231 или 2321 вот какая-то такая вот ее преимущество вот от этой наличие прерывание вот прерывание нам для чего будут нужны в дальнейшем да когда нам нужно будет по времени делать какие-то операции ну я все к своей гидропоники и к поливу да в общем мах эксперимент который мы ставим с цветами в общем идея мы некоторых товарищей что от величины и толщины электродов как бы срок службы под постоянным напряжением этих электродов не зависит это оказалось не так как везде да или как часто размер имеет значение и соответственно они служат это будет отдельное видео значит ну и там поговорим потом про это да как там чего так а ну и еще до что работает этот термометр у нас они там какие-то я программно вывожу данные да вот видно я тут прислонился и сейчас где-то до 30 лет дело должно подниматься а потом в пальцем не знаю какая там температура и как быстро это дальше пойдет к 40 но мы до 30 и все и на этом я с вами прощаюсь лм-35 ставим снимаем вот делаю отдельный этот про этот мультифункциональную плату отдельный плейлист собираем туда скидываю весь софт который есть кому интересно заказывайте в китае такая штука стоит около 100 рублей даже дешевле и датчики рублей по 35 наверно по 40 с доставкой в москве значит по 140 наверно можно купить эту или по 180 этому мультифункциональную поищу посмотрю чет может у меня там какие-то ссылочки дам значит а вот такую штуку в китае сейчас есть места где можно рублей по 70 купить дам ссылочку но в москве в общем в пределах 200 такие дела все на этом прощаюсь